Итоговая сумма в наших коммунальных квитанциях зависит не только от нас самих, но и от компании, которая управляет домом. С необходимостью ее выбирать может столкнуться каждый, если, к примеру, прежняя управляющая компания объявила себя банкротом, ну или жильцы просто недовольны качеством обслуживания. О том, как среди множества претендентов определить добросовестную и надежную организацию, узнаем у Ларисы Боровицкой, главного государственного жилищного инспектора Тюменской области. Лариса, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, с чего начать выбор управляющих компаний? Надо начать с того, чтобы вообще посмотреть, какие управляющие организации есть. Для этого есть вся информация. На ГИС ЖКХ там, пожалуй, самая полная информация. Можно посмотреть, сколько в Тюмени управляющих организаций, какие дома у нее есть в управлении, сколько раз эту управляющую организацию проверяли, вплоть до того, что можно акты проверок посмотреть, посмотреть, какие предписания были выданы, то есть какие нарушения выявлялись, устранялись ли они своевременно, либо нет, какой административной ответственности привлекалась управляющая организация. То есть вся эта информация, она сегодня открыта. Это речь о рейтингах управляющих компаний? Или они пока еще не составлены? Просто об этом говорили много летом? Рейтинг уже составлен. Но рейтинг, конечно же, мы его ведем, но это дело такое добровольное, то есть не повальное. Нет такого, чтобы мы брали все управляющие организации, их у нас сегодня в Тюмени 185, только в Тюмени 185. Нет такого, чтобы все их между собой сравнивали. Это дело добровольное. То есть тот, кто заявился, тех мы рейтингуем по определенным параметрам. И сегодня уже рейтинг такой составлен. Кстати, победителем этого рейтинга стала у нас управляющая компания по содержанию жилищного фонда. В рейтинге участвовали и тобольские управляющие организации. То есть из 266 управляющих организаций только 7 у нас заявились на то, чтобы их вообще как-то отрейтинговали. То есть это те, кто не боятся, наверное, себя представить и посмотреть, как они, на каком они месте среди аналогичных организаций находятся. По каким критериям нужно выбирать управляющую компанию? На какие обратить внимание? Я предлагаю всем жителям, кто стоит перед выбором управляющей организации, прежде всего смотрите в план проверок на очередной год. И если вы там видите эту управляющую организацию, то задумайтесь, нужна ли вам такая управляющая организация. Почему? Потому что рискориентированный подход сегодня предполагает то, что мы проверяем в планном порядке тех, от кого есть потенциальная угроза, нарушение, максимальная угроза. А почему эти управляющие организации попадают в план на будущий год? Потому что они, значит, много раз привлекались к административной ответственности. Были факты неисполнения предписаний, а были факты воспрепятствования осуществлению проверок. Прежде всего, я думаю, конечно, посмотрите вообще в том районе, где находится ваш дом. Управляющая организация вообще обслуживает дома, либо нет. Потому что надо не забывать, что есть такое требование, как шаговая доступность. То есть офис управляющей организации должен находиться не дальше, чем через 3 километра от подъезда дома. Поэтому, посмотрите, управляющая организация может и отказаться. Вы ее приглядите, но она, может быть, в этом районе вообще не обслуживает дома, и ей просто-напросто даже это и не нужно. Дальше посмотрите, конечно же, сколько проверок проводилось в отношении этих управляющих организаций, той, вернее, управляющей организации. Но даже количество проверок, наверное, не самый такой критерий. Посмотрите, были ли предписания. А предписание – это что означает? Это означает, что в ходе проверки были выявлены нарушения. И дальше, смотрите, эти предписания были исполнены, либо управляющая организация еще и не исполняет то, на что ей уже указал надзорный орган. То есть такие главные критерии. Да, смотрите, сколько раз была оштрафована управляющая организация. Но я бы еще обращала внимание, конечно же, на количество домов, которые находятся в управлении, и срок, наверное, в течение которого эти дома находятся в управлении. То есть достаточно стабильный жилищный фонд, либо от этой управляющей организации дома уходят, приходят и так далее. Наверное, там, где более-менее это стабильно, тоже ведь, наверное, о многом говорит, что, в общем-то, жителей устраивает достаточно то, как эта управляющая организация управляет. Лариса, спасибо вам за интересную и полезную беседу. Пожалуйста. Всего доброго. Всего доброго.